Всем привет! В этом видео я познакомлю вас с еще двумя штатами, которые мы посетили за время путешествия на машине по Америке. Это Аризона и Юта. Чем знаменита Аризона и почему мы решили посетить ее? Ну, во-первых, это Гранд Каньон, Великий Каньон, символ Аризоны, и Красной Пустыни, но об этом немного позже. Из Калифорнии мы въехали в Аризону. Одна из версий происхождения названия Аризона является то, что оно произошло от испанских слов. Зона Арида, засушливая зона, что похоже на правду. Вы только посмотрите на эти пустоши. Пока ехали, я наблюдала такую интересную картину. Грузовик везет половину дома. Мы в Аризоне, очень жарко, градусов 40. Увидели вот такую прекрасную речку среди гор. Можно сказать, среди пустыни. И решили остановиться. Пустыня позади, и мы оказались в таком оазисе под названием Lake Havasu City, расположен прямо на границе Аризона-Калифорния. Тут можно поваляться на пляже у озера и покататься на катере. В пустыне нашли стал дождь. На следующий день погода в засушливой Аризоне резко изменилась, и пошел ливень. В дождь особо не погуляешь, и мы пошли в музей, посвященный легендарной трассе 66. И в принципе, путешествию на автомобиле. Рут 66 – это место, где зародилась вся концепция путешествия на машине. Шоссе 66 также известно как «Мать дорог». Это одно из первых шоссе Америки. Было открыто в 1926 году, а асфальтированная дорога стала через 10 лет. Асфальтная дорога длиной в 4000 км соединила Чикаго и Лос-Анджелес. По сути, связав разные концы страны, американский народ разными способами шел к объединению. Эта дорога стала одним из них. В поисках работы американцы готовы были исколесить всю страну, и многие считали, что счастье в Калифорнии. Именно туда стремились бедняки, чтобы заработать. Тут есть экспонат самой первой заправки «Шелл». Дорога идет с Чикаго и аж до Лос-Анджелеса, почти через все Соединенные Штаты. И кончается она в Санта-Монике. Вот иллюстрация быта 30-х годов. На таких машинах люди в 30-х годах перемещались по Америке. Рост популярности РУД-66 способствовал развитию так называемой придорожной культуры в США, когда вдоль крупного и активно используемого маршрута начинается строительство заправок, закусочных, мотелей и прочих атрибутов жизни путешественника. Эти городки – живые памятники Америке 60-х годов. Здесь сохранена атмосфера, которую сегодня можно увидеть только в кино. Одно- и двухэтажные здания, небольшие кафе и магазинчики. Ну и как настоящие путешественники мы остановились у придорожного охотничьего ресторанчика с атмосферой Дикого Запада. Отведали бургеров из оленины и бизона. Так, у меня бургер из бизона, а у Воли бургер из... Камон, оленин? В Аризоне мы решили посетить так называемый зоопарк. Зона, где звери свободно гуляют, а ты едешь на машине и наблюдаешь за ними. Въезд в такой зоопарк стоит 30 долларов на человека. Эмоции после увиденного очень приятные, никогда еще не приходилось видеть медведей так близко. Мы быстрым ходом двигались по пустынной дороге, чтобы сегодня же успеть в Кран-каньон. Великий каньон входит в список природных чудес света. Въезд в зону каньона стоит 35 долларов. Как образовался этот каньон? Река Колорадо размыла верхние известняки, а затем принялась за более глубокие песчаники и сланцы. Таким образом образовался каньон 5-6 миллионов лет назад. На горы надо смотреть снизу вверх, на каньон сверху вниз. Зрелище Гран-каньона не имеет себе равного на Земле. Каньон уходит далеко в горизонт и создается ощущение, что ты на другой планете. К сожалению, видео не передает всей трехмерности, но поверьте, зрелище тут невероятное. Этот каньон считается одним из лучших примеров эрозии. В нем можно обнаружить следы четырех геологических эр Земли. Длина каньона почти 500 километров, ширина 28, а глубина 1,6. Здесь начинается резервация индейского племени Наваха. В Аризоне проживает около 300 тысяч коренных индейцев. Еще 100 лет назад этот край был совершенно недоступным, и только с появлением трассы 66 сюда понемногу стали проникать туристы. Вот в таких бедных домах они живут. Индейцы – коренные обитатели американского континента, однако права гражданства США они получили лишь в 1924 году. Индейцы не любят американцев, которые уничтожали их несколько столетий и перегоняли все в худшие и худшие места, и в конце концов загнали в бесплодную пустыню. Индейцы освобождены от налогов на территории резервации, дешевые магазины и заправки. Каждый индейец получает примерно 50 тысяч долларов в год от государства, как бы извиняясь за то, что люди, приехавшие на американские земли с Европы, вели войны с коренными жителями Америки – индейцами. Мы приехали в Monument Valley, долина монументов. Такая пустыня – это резервация индейцев. Мы будем жить в таком домике. Вот у нас есть соседи. Тут тоже кто-то живет? Сейчас я вам покажу, как живут индейцы. Целка украшений. Продают 10 долларов за украшения. Такая у них обычная кухня. Прихожая. Монументально. Наверное, это слово появилось тут. Долина монументов – долина необыкновенных песчаниковых скал. Трудно поверить, что эти марсианские пейзажи не созданы человеком и представляют собой исключительно творение природы. В долине монументов снимались множество фильмов, такие как «Искатели» и «Форест Гамп». Тут можно почувствовать себя героем американского вестерна про ковбоев. Трудно представить, что 250 миллионов лет назад здесь располагалось море. На дне этого доисторического водоема собирался ил, под весом которого песок спрессовывался в пористый песчаник. Через невообразимое для человека и малое для геологической истории Земли время песчаник перевращался в сланец. Песок красно-оранжевый из-за присутствия оксидов железа. Это место максимально схоже с поверхностью Марса. Субтитры создавал DimaTorzok Каньон Подкова – Хоршу Бэнд. Это удивительно красивый изгиб реки Колорадо, пробивший себе симметричное русло в форме огромной подковы, за что и получил свое название. Клубина этого каньона – 320 метров. Въезд на эту достопримечательность бесплатный, заплатить нужно лишь за парковку. Цвета подковы в течение дня меняются в зависимости от освещения. Сюда лучше приезжать до 12 часов дня, когда солнце освещает скалу. Много лет назад минералы, смешанные с водой от дождя и снега, сцементировали песчинки в единую структуру, твердую, как камень. Весь этот процесс минерализации и окаменения песчаника занял около 20 миллионов лет. В результате все песчаные дюны в Аризоне превратились в камень. На закате нашего автопутешествия по дороге обратно в Лас-Вегас мы решили заглянуть в национальный парк Зайон, который находится в штате Юта. Национальный парк Зайон знаменит своими потрясающими ландшафтами, рыжи-красными скалами. Еще здесь находится самая высокая скала из песчаника в мире. Конечно, после всего увиденного это место не сильно впечатлило, но все равно оставило приятные воспоминания. Мы проехали по этому парку практически без остановок, любуясь необычными формами скал и оттенками. Тот факт, что эта область находилась под воздействием морей, озер, течений, и это все было сформировано 150 миллионов лет назад, заставляет задуматься, насколько мы молодые, маленькие по сравнению с природой и временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова